Здравствуйте дорогие подписчики моего канала Голова Садовая на ютюбе. С чего бы я хотела сегодня начать? Как много лет я мучилась на даче от того, что не было ни бани, ни душа, был только бак, не всегда с комфортной температурой. И мне пришлось соорудить в туалете специальное приспособление. Греть воду на печке, таскать туда ведра, устилать фанеркой, стелить клеенки, ну и естественно он у меня большой, метр тридцать на метр тридцать, и там-то я и мылась. 7 лет, можете себе представить? А сегодня я хочу рассказать о великолепной разработке наших российских специалистов. Это портативный душ. Вы знаете, он ведь, вы думаете, что только для дачи можно его использовать? Да, он просто суперски хорош. Но ведь смотрите, сколько людей живет просто в неблагоустроенных квартирах, какие-то времянки. Но мыться-то надо! Вы поймите, что ведь вода, она не только смывает грязь, она еще лечит наш организм. Ну как без этого? А малыши маленькие? Ну да, нет денег на благоустроенную квартиру снимать. Ну частный сектор, он всегда значительно дешевле. Ну там-то как раз и нету благоустройства. А топить баню раз в неделю надо еще у хозяйки там 33 поклона сделать, чтобы выпросить эту льготу на баню. Так вы купите себе вот этот душ. Ну вы беды просто знать не будете. Я думала, что это да, там налил в какой-то маленький там бачок воды, повесил на стену вот эту вот леечку и на этом душ закончился. Да нет, конечно. Как оказалось, современные это как раз такие вещи. Они же, да они просто компьютер настоящий. Смотрите, но он простой. Это я пошутила, не компьютер он. Сюда входят естественно пластиковые колесики, причем они, видите, с двумя сторонами на двух опорах стоят. То есть они очень хорошо катаются. Душевая лейка. И здесь находятся два вида, два вида фильтрации воды. Два вида вещества, которые фильтруют воду от загрязнения. Да это просто здорово. Сюда заливается вода естественно, а вот там на дне, хочу вам показать, находится дисковый нагреватель. Посмотрите, да, это естественно шнур, который подключается к розетке. Пластик, кстати, очень высококачественный, пищевой, заметьте себе. То есть никаких проблем у вас не будет с этим. И здесь есть еще такая панель, на которой прямо вот, знаете, написано, нарисовано для того, чтобы человек ничего не перепутал. И плюсы, и минусы прибавить температуру, убавить температуру. Сам включение душа, и это все мягкие кнопки, а не какие-то рычаги. Называется он автоматический мобильный душ Бион МС-55Д. Знаете, вот изготовители позаботились о том, чтобы все расписать до последней буковки. Инструкция составлена так, что даже, ну, не учаясь в школе, можно понять, как это вообще работает, и зачем это все придумано. Сказать честно, баня дело хорошее. Но, учитывая, что мы живем в такое время, что вроде как и дрова колоть неохота. Ну, да, баню можно топить там, приехали родня, друзья, но мыться-то надо каждый день, я опять об этом. Так, а чего проще-то взять и залить водички, подключить душ? Это же удовольствие, причем вода-то горячая, и нагревается 50 литров воды вот в этом баке. Пять ветер воды, вот так хватит любому самому даже здоровому человечищу, чтобы помыться в сласть. И я хочу еще раз сказать, что это российское производство. Оно не сделано для того, чтобы абы продать. Изготовитель вот этой замечательной, я не знаю, как ее машиной назвать или каким-то удивительным комплексом, они уже выпустили второе поколение. А почему это происходит? А потому что за пять лет активных продаж они понимают, изготовители, создатели, что это нужно усовершенствовать. Надо, кроме того, что нагрел собачок, надо поддерживать температуру. Понимаете, этот душ можно возить с собой куда угодно в машине. Поехали на озеро, поехали в деревню. Да возьмите вы, свет-то везде есть. Вот только баню топить придется редко. А с душем вы всегда будете просто в шоколаде. Вот дачи никто не отменял. Я не знаю, как там везде, но в Сибири это крайняя необходимость. Вот правда. И неблагоустроенный дом, и устроенный дом, и пользоваться им может и бабушка, и дедушка, и папа с мамой, и ребенок под присмотром взрослых людей. Здесь нет ничего заумного, здесь все просто и понятно. На этом я закончу. Всего вам доброго и до свидания.